Этот матч! Так, кому? Давай, пас! Ура! Символический удар по мячу от главы Севастополя. Так открывают новый стадион Виктория на северной стороне. Мастер спорта СССР Степан Павлов отразить удар губернатора с точки не в состоянии. Новый стадион – это новые возможности для местных жителей. Площадка, она закреплена с целью содержания ЗГБУ номер 8, спортивная школа. Но ничего не мешает проводить открытые чемпионаты города. Вот сейчас идёт чемпионат под эгидой законодательного собрания. Я надеюсь, некоторые матчи мы увидим именно здесь. Я поздравляю всех жителей северной стороны с хорошим спортивным объектом. Напомню, что жители отстояли эту площадку от застройщиков. Здесь не просто церемония открытия, а настоящий праздник. Попробовать новый газон, ощутить себя настоящим профессиональным футболистом, а заодно и получить мяч с автографом от губернатора Севастополя пришли около 150 воспитанников 8-й спортивной школы. Поле очень понравилось. Ну, не то, что раньше, ну, конечно, было плохое, чача, можно сказать. Но губернатор услышал. Спасибо. Покрытие очень хорошее, очень удобное. Теперь можно делать подкат и падать. Не очень больно будет, как на прошлом поле. Это сейчас на футбольном поле слышен звонкий детский смех. Но так было не всегда. В 50-х годах прошлого века на этом месте был построен стадион «Гвардия». Но располагался объект на территории воинской части. Лишь с конца 80-х на поле начали играть жители северной стороны. В 2004-м военная часть существования прекратила, и землю отдали застройщику для возведения жилых домов. Это вызвало протесты местных жителей. Но в 2014-м году городские власти передали территорию бывшего стадиона в собственность 8-й спортивной школы. Наши дети, безусловно, не имели хороших полей. Ездили в город играть. Это «Чайка», «Металлист». Ну и, безусловно, мечтали, когда будет у нас футбольное поле. Аналогов этому полю пока в Севастополе нет. Всё сделано для того, чтобы мастерство футболистов наших маленьких, оно росло. Настроение я не могу вам сказать даже и передать какое. Хочется стать опять молодым и юным и быть на этом поле, тренироваться вместе с малышами. Это праздник, который, ну, в городе нет такого праздника больше для детей, как здесь у нас. Стадион на северной стороне строили с декабря прошлого года. Финансирование составило почти 45 миллионов рублей. Это полноразмерная футбольная арена. Её длина 105 метров, ширина 61. Здесь почти как на стадионе Лужники, которые примут финал Чемпионата мира 2018 года. Поле с искусственным покрытием высочайшего качества. Высота травы 6 сантиметров. Вкупе с резиновой крошкой, которая здесь есть, это делает любое падение футболистов абсолютно безболезненным. Местные жители вспоминают, раньше похвастаться подобным качеством арена не могла. Теперь оттачивать футбольные навыки здесь будут не только местные воспитанники. Раньше на этом месте было так называемое футбольное поле, просто грунт и бурьян. Дети тут падали, сбивали колени. Заниматься невозможно было. А сейчас, вот, сами видите, самый лучший газон по искусственным полям нам постелили. В скором времени рядом с ареной Виктория построят ещё две мини-футбольные площадки. Они будут доступны для всех. А в течение нескольких лет рядом со стадионом возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Святослав Данилов, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя.